Речь идет конкретно об участке Леля-Пярну, миновать который на пути в город-курорт невозможно. По данным Министерства экономики и коммуникации, техническое состояние участка не позволяет использовать его для пассажирских перевозок в 2019 году. На осуществление ремонтных работ потребовалось бы около 17 миллионов евро инвестиций, что не было бы разумным решением с учетом строительства Рейл Балтика. К 2019 году пассажирские перевозки Леля-Пярну будут организованы с помощью автобусных линий, но сохранится железнодорожное сообщение Леля Сталином и Вильянди. Также будет проще создать новый грузовой вокзал в северной части города Пярну. По словам председателя правления Эльрон Андруса Осипа, он не видит большой проблемы в решении правительства. Самое позитивное в этом решении то, что оно принято заранее. Это даст возможность грамотно организовать автобусное сообщение с Леля до Пярну. Благодаря этому может быть составлен гибкий график, который даст людям еще больше возможностей, чем прежде, перемещаться по маршруту между Пярну и Леля. В министерстве отметили, что после завершения строительства Рейл Балтика у Пярну появится эффективное железнодорожное сообщение с Сталином и Ригой. Поэтому представители местных самоуправлений решили перенаправить средства, которые пошли бы на ремонт железной дороги Леля-Пярну, на реконструкцию аэропорта. Если мы посмотрим на количество пассажиров в юго-восточном направлении, то примерно 16% людей используют именно это направление. Что касается путешествующих в Пярну поездом, то их количество сравнительно невелико. Мы бы хотели направить больше составов по направлению Талин в Ильяндин. Правительство уточнит план в октябре, когда министерство предоставит более подробные решения в рамках составленного плана. Ликвидация маршрута Леля-Пярну позволит также сэкономить на строительстве Рейл Балтика несколько десятков миллионов евро, поскольку не будет необходимости строить новую многоуровневую транспортную развязку между новой и старой железнодорожной трассой. Алексей Вичканов, Титкарк, Первый Балтийский канал. Субтитры создавал DimaTorzok